я очень многие из вас спрашивали как работать с нейлоновым шнуром и сегодня на примере такого прикольного браслетика я вам покажу все фишечки очень часто у нас с вами остаются разные элементы совсем небольшие мы думаем что с ними делать или какое-то небольшое количество бусинок осталось у меня это сегодня цитрин и кусочек цепочки ролла 5 миллиметров сегодня я вам покажу очень занятный браслет который можно из этого всего сделать на примере работы с эластичной тесьмой корейской сегодня я возьму 0 6 миллиметров но в целом все зависит от того какие у вас бусины какого диаметра возможно это жемчуг с маленьким отверстием тогда вам нужно взять возможно даже 05 а может быть это что-то крупное и тогда вам нужно взять 1 миллиметр или 0 8 миллиметров диаметр этой нити начнем с того что нам нужно определиться какой длины у нас будет браслет длина объема его запястья 17 сантиметров но браслет я буду делать 18 сантиметров для свободы облегания потому что когда мы с вами делаем браслет то в нем внутренний диаметр и есть размер нашего запястья но по факту ниточка плюс цепочка идут чуть больше поэтому всегда добавляйте на свободу облегания вашего браслета цепочки ролла 5 миллиметров у меня есть кусочек буквально шесть половиной сантиметров то есть мне еще нужно мне как раз хватает бусинок плюс я еще буду использовать разделители 3 миллиметра такие я вам покажу чем они удобны при работе с эластичной тесьмой ну что ж давайте начнем для начала мне нужно нанизать по моей задумке это будет бусин бусинка разделитель бусинка разделитель я начну с разделителя он будет у меня состыковываться с элементом цепочки соответственно разделитель бусинка разделитель и так далее мы с вами нанизали наши бусины пришло время крепить их к звеньям цепи цепи на сорвала 5 миллиметров не разъемная поэтому совершенно смело крепим нашу нейлоновую нить к звену цепи никуда туда не денется перед тем как будем завязывать узелки убедитесь что крайней бусинкой у вас является именно разделитель делаем несколько самых простых узлов если вы умеете делать морские классно те которые не развязываются но если нет обычные тоже подойдут 1 2 3 положим 4 так как мы работаем с неоновой нитью 0 6 миллиметров разделитель еще раз повторюсь 3 миллиметра нам подойдут если бы у нас было 08 или 1 миллиметр диаметр нити то нам уже понадобились разделители побольше 4 или 5 миллиметров запускаем кончик через бусину и прямо надеваем наш разделитель на вот эти вот наши узелки вот так плотненько эти один у нас лишний оказался узелок мы его можем развязать потому что он не будет зафиксирован либо можно чуть чуть поплотнее вот так тоже можно затянуть убираем лишний кусочек хвостик все у нас уже эти узелки внутри разделителя никак не развяжется можем примерить еще раз 18 миллиметров у нас получилось 18 сантиметров как я и хотела даже чуть чуть больше 18 половине но для моей руки я знаю это будет нормально отрезаем кусочек удобный для работы и фиксируем этот кусочек с этой стороны что мы делаем для начала мы делаем просто первый узел и этот первый узел достаточно легко двигается мы его прям подтягиваем за вот этот свободный хвостик чтобы было чтобы хорошее было натяжение но но не в натяжку а просто чтобы подтянуть прям вот сюда вот сделали и дальше мы его как бы зафиксировали да потом затянулся ей мы начинаем делать еще несколько узлов уже в более натянутом состоянии чтобы он у нас вот видите чтобы не получилось так что он куда-то соскочил проверяем все на месте раз-два-два сделаем тари и 44 узелочка запускаем кончик сюда разделитель надеваем сюда нашу бусинку можем сделать даже еще один узелок нас тоже туда и так туго затянула что он в принципе туда еще разочек войдет все этот хвостик мы тоже убираем наш браслетик по сути готов можем примерить здорово но мне хотелось сделать его чуть более интересным и я решила что я хочу сделать сюда разные подвесочки причем подвесочки с символами я вот выбрала себе бабочку такую легкости от жизни вообще когда вы вешаете какие-то подвески всегда задумываясь на тесно на тему символики то что вы хотите сказать тем что вы добавляете в украшение ключик для меня это ключик от всех дверей здесь такое сердце и монетка в одном это не богатство изобилие любовь тут можно много символов звезда для кого-то она может быть путеводная для кого-то это собственное восприятие я звезда ну и я очень люблю добавлять символ с себя свои браслетики нам нужны с вами для этого плоскогубцы и разъемные колечки я взяла самые такие плотники и начну я средний подвесочки как у меня их всего 5 не хочется чтобы в серединочке было вот это сердечко дальше смотрим пропорционально у меня здесь остается 4 к сожалению не хватало одного колечка но ничего страшного сейчас сделаем хитро здесь у нас будет ключик и бабочка а с другой стороны звездочка сначала а дальше похожу вам маленькую хитрость если бы мы изначально конечно отмеряли себе звенья цепи можно было бы просчитать сколько нам нужно но так как у меня был просто кусочек который мне хотелось использовать максимально эффективно то последнюю подвеску я буду цеплять не за звено вот которого здесь нет а прямо вот сюда поверх вот такой милейший нежнейший браслетик у нас получится получился очень символичный чудо и оно такое у нас двустороннее чудо с одной стороны бусинки и свои символы можете спрятать от глаз а с другой стороны можете символами показать всю красоту браслетика